Здравствуйте, меня зовут Виктор, я студент четвертого курса психфака МГПУ и сегодня я хотел бы подвести небольшой итог по теме работы с рациональными убеждениями. Конечно же, красной нитью через все предыдущие видео, посвященные этой теме, шли три вопроса. Три вопроса, которые я вновь с огромным удовольствием для вас озвучу. В случае, если мы сталкиваемся с рациональными убеждениями, мы можем спросить себя, правдиво ли это убеждение, и есть ли доказательства, подтверждающие его правдивость. Ну, как правило, если мы говорим о ИУ или рациональных убеждений, таких доказательств не будет. Ну, к счастью, я бы сказал, даже не будет. Второй вопрос, имеет ли оно смысл? То есть, есть ли логическая связь между частями одного убеждения, есть ли логика в нем в целом? Опять же, ответ в пользу небольшой, логики, как правило, нет. Ну и третий вопрос, ни в коем случае не по важности, помогает ли оно нам? То есть, в этом случае мы оцениваем целесообразность использования того или иного убеждения с точки зрения того, насколько оно помогает нам в жизни, помогает нам бороться с теми или иными ситуациями или их последствиями. Конечно же, это далеко не весь список вопросов, которые могут вам помочь. И сейчас я предложу вам еще несколько, которые тоже могут внести свою репту в этот довольно-таки длительный, тяжелый процесс оспаривания. И звучат они следующим образом. Первый. Что я получаю, используя это иррациональное убеждение? Второй вопрос. Что я думаю, делаю и чувствую, когда пользуюсь этим ИУ? Третий вопрос. К чему оно меня побуждает? То есть, каковы последствия использования этого убеждения в том смысле, к чему оно может меня побудить? Четвертый вопрос. На кого, кроме меня, влияет мое иррациональное убеждение? И пятый вопрос. Какие результаты я получаю от использования данного ИУ? И насколько они соответствуют тому, что я хотел бы получать? Ну, или видеть, как вам больше нравится. Все вопросы вы сможете найти в комментариях. И в случае, если вам захочется попытаться оспорить свое иррациональное убеждение, то прошу, пожалуйста, я думаю, написанные под видео буковками вопросы вам в этом деле очень хорошо помогут. Итак, теперь я хотел бы познакомить вас с альтернативой. Я думаю, несложно догадаться, что альтернативой иррациональным убеждением в РЭПТ будут убеждения рациональные. Совершенно верно. И согласно альтернативной мотивно-поведенческой психотерапии, иррациональные убеждения – это те убеждения, которые нам помогают, которые правдивы, которые логичны, ну и которые в целом, скорее, делают нашу жизнь лучше, чем хуже. Давайте разберем на примере. Допустим, у меня есть убеждение следующего содержания. Я хочу быть отличником, а значит, я должен учиться на одни пятерки. Итак, убеждение рациональное или нет? Начнем с этого. Конечно же, не очень рациональное, потому что, опять же, неудачи, не самые хорошие оценки доказывают тот факт, что отличником я быть, конечно, хочу, но ни в коем случае не должен этого делать. Нет закона Вселенной, согласно которому это должно происходить. Логически из моего желания быть отличником не следует. Моя обязанность им являться. Ну и, конечно же, убеждение такого рода не помогает мне, потому что груз ответственности, груз неудачи, возможной неудачи ее ожидания, очень сильно на меня давит и мешает мне учиться, во-первых, с полной отдачей, а во-вторых, максимально вовлеченно. Я больше боюсь облажаться, чем желаю достичь успеха, приложив определенное количество усилий и стараний. Как же будет звучать РУ или рациональное убеждение в этом случае? Конечно же, в основе лежит требование, и этот пример ярко этот оказывает. И, соответственно, если у нас есть и рациональное убеждение, я должен учиться на одни пятерки, то рациональной его альтернативой будет следующее. На одни пятерки я учиться не должен. Звучит простовато, и, возможно, у вас возникнет идея. Мол, Вить, что ты такое говоришь? Если я буду таким убеждением руководствоваться, я просто забью прошу прощения на учебу и никогда больше ничего для нее не сделаю, пущу все на самотек. И, возможно, вы будете правы, потому что убеждение далеко не полное и не совсем эффективное. И сейчас мы подходим к новому термину, с которым я тоже хотел бы вас познакомить, называющемуся следующим образом. Новое эффективное убеждение, которое состоит, в свою очередь, из трех основных пунктов. Во-первых, это оспаривание ИУ, то есть прицельная атака на ту часть нашего убеждения, которая не является рациональным, является иррациональным, соответственно. Второй компонент – это обозначение наших желаний или предпочтений, то есть мы оставляем «я бы очень хотел учиться на одни пятерки» или «я бы очень хотел получать хорошие оценки». И третий момент – это такой небольшой компонент активности, нацеленной в сторону наших ценностей, наших желаний. То есть я буду вылагать усилия для того, чтобы получать высокие баллы, высокие отметки. И вместо «я хочу быть отличником, я должен учиться на пять» у нас получается. Я бы очень хотел учиться на пятерке, но я понимаю, что не существует закона, согласно которому это должно происходить. Но тем не менее я буду прилагать усилия для того, чтобы повысить свою успеваемость и чаще всего достигать желаемого результата. Конечно же, там можно добавить еще. Но в случае, если у меня не получится, я не буду неудачником, неуспешным человеком и полным ничтожеством, но это уже оценочное усуждение человеческой ценности, а точнее их рациональная альтернатива, безусловное самопринятие, о котором я буду, конечно же, говорить в следующих видео. А пока что я могу вам предложить познакомиться с видеоматериалом уже размещенным на канале, ссылочку на него я оставлю в описании. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Продолжение следует...